вот друзья смотрите вот здесь вот это я сейчас за три стоят Виталий заприметил у меня две симпатичные баночки раннего совета это продолжаем тематику главных уборов красной армии друзья всем огромный привет так суббота едем на вернисаж друзья поснимаю для вас контент покажу что сколько стоит посмотрим товары не знаю друзья может быть сегодня сделаю выпуск такой сколько можно заработать и как легко заработать да там грубо говоря на облашином рынке попробуем что-то купить интересное и покажу за сколько можно продать также друзья все что увидите выпуске можно заказать номер будет в конце видео звоните говорите Виталий мне понравилась такая-то такая-то вещь и все друзья работа стоит 1000 рублей пересылайте мне но я вам делаю фото подробные отсылаете мне деньги там грубо говоря по номеру телефона на сбербанк я вам в понедельник отсылаю уже почта или бездек как вам удобно друзья не забывайте то что еще скупаю коллекции если у вас что-то залежалось и вам уже оно не интересно покупаю монеты штык ножи ножи складные часы парфор немного не моя тема но может быть тоже будет интересно иконы какие-то старинные предлагаете пишите ватсап присылайте фотографии ну все друзья не затягиваем как обычно погнали дам не верну куба с набора на постучно я имею в скопу такие есть 300 рублей железные банки сигареты детства но моро я дать курил нормальный американская мороза отправлял человек я помню звонил еще тема еще военные американские без литров там ничего нет нету надписи ничего кому надо военность пока нет я то есть я же не себе так по заказам народ что посмотрит чё захочет то и спрошу камень это бирюза коралл кожа ската кожа скруто серебро тибетский мужик женский для скрытого скрыто это как это где непонятно что это как украшение ну да даже как будто часть ремня уже кому-то вот такие вещи интересно пишите есть тут еще пару экземпляров то есть вот эти может по 10 до гроба город а этот дежинский сколько дежинский тоже здесь вот друзья кому интересно недорогие очень хорошие копии по 10 тысяч в оригинале потому что не купишь ну тут пришли погулять решили в урошовске сколько стоит большого 15 Вчера у меня все морские флаги купили У меня большие были вот такие Здесь? И четыре тысячи Один сколько? Он говорит по 5 Он говорит по 4 Вот эти остались Это тоже морские флаги Фонтанер сколько? Ну за сколько тебе не жало? Нет, ну ты мне цену справишь Ну по десятке Будешь брать немножко скидывать Закрутки все хорошие Осторожно Ага Спасибо А это большой готов Вот теперь Можно? Нет Ну я на него в принципе есть покупок Смотри Знаменный Смотри Нет Нет Это большой 25 Вот такое Оригинальный 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 За 300 рублей За 300 рублей взял С монетным С монетным двором С номером Да И с номером А номер и не видел Нет А монеты двор должны Середрен Середряное Все равно Жень смотрел Который Который Может сравнить Соснадцать тысяч Стоять Вот это я сейчас за 300 взял, чуть-чуть эмаль содрано, уже можно заработать, повезло. Передовик труда. С австрийским мотивом все это, ну это то ли Касли, в общем, Мурал, что-то поплевался. Возможно все-таки, что это после революционное что-то 20-е годы, но по тем вот ценам лекаута. Очень классные, да. По тем лекаута. И сколько это? 6500. Вещь прям потрясающая. Руслава без дефектов. За 5. Ну просто, я себе хочу никуда-то там на перепродажу. Ну хорошо. За 5. Я даже не буду 500 рублей там, если вы говорите, что вам просто гляну. Не-не, мне просто понравился, я просто увидел, думаю, ничего себе. Ну вам кажется. Эй! Ты что тут хочешь? Это, смотрите, нормально, что она ходит тут по тарелкам? Полторы. За сколько продается? Вчера я дала, а за через три долларов. да пора на прибавляйте по 2 продавать а некоторые думают не так наверно дорого восток сколько восемьсот отдам обеда мандишки непроверенные вот это Добавил субтитры Алексею Дубровскому Попалась на чердаке вот такая бутылочка в таберестяной оплетке Весь это вернисаж, кто в стекольчиках ломает голову Что с ней делать? По виду бутылка старинная Работа такая у милого деда И под оплеткой виднеется этикетка в идеальнейшем состоянии И там может находиться очень редкая этикетка А может это что-то простое и банальное Вот это весь фото вернисаж, ломать голову Это расплести, нарушить фотоцелостность Фото бересты Как сектор приз Да, сектор приз, это лотерея Или нет Ну кому интересно 4 тысячи рублей Просто сыграть в лотерею Ну да, ну это круто Вот что-то здесь виднеется Но так никто ничего прочитать и не смог Бутылка не вращается внутри То есть прочитать полностью надпись невозможно Интересно, конечно Это как, знаешь, некоторые продают Ну какой-нибудь там клад найдут Там типа как слипшиеся монеты Да, непонятно что там И продают прям именно так Мало ли там какой-то там интересный экземпляр Рубль 24-го года В очень-очень приятном состоянии Вот помыт Цена 10 тысяч рублей Я думаю для подобного состояния Это адекватно Если что, торг Возможен Небольшой Один из самых Одной из самых редких советских монет Это 1 рубль 22-го года Это тоже в приятном виде Немножко помытый Ну имеет Небольшие дефекты Тут царапинки Ну и цена тоже невысокая 45 тысяч рублей Для данного красивого рубрика Оригинального Буквки PL То есть пожалуйста Да, хороший-хороший Коллектор Обращайтесь Кто давно искал Так, это золото мы снимали Да, золото снимали Оно продолжает расти Так что Можно уже не спрашивать Сколько оно стоит Потому что я вот себе Лично уже позволить Не могу себе Попать монеты Шикарная военная По-таким Настерочка Из ландлидовской ткани Это периода ВООВ Очень интересный штамп Пуговиц С широким Это серпом и молотом Не часто встречаю Это кстати Обратка пуговиц Решиты они По-родне Вот У человека Был орден Гвардия И Относил Планочку Шикарная гимнастерочка Кто ищет Так сказать Укомплектовать Манекен Имеет легкие следы Вношения Но в целом Как бы Хорошая Нирваная То есть Ворот чистый Сильных затертостей Нет Ее практически Не носили Рукава тоже Чистая Цена 10 тысяч рублей Так Размер Вот Это размер Где-то На среднего мужчину 48-50 Клеем Я не нашел Не нашел Вот Кстати Можно подкладку Отснять Еще Карман Клеем Я не нашел Это Инфошив Ткань Старая А какой Пример Год? Ну Это Это 44-45 Год Цена? Это 10 тысяч рублей 10 тысяч рублей Да 9 мая Вот Оригинальная Это Шерстяная Пилоточка НКЛП Это Красный Воин Как бы Классическая Пилотка На великую Отечественную Шерсть Чуть-чуть Побита Молю Ну То есть Практически Незаметно То есть Это Можно сказать Один из признаков Оригинальности Данного Предмета Вот Это Предмет В состоянии На твердую Четыре С плюсом То есть В коллекцию Вот так Коплектовать Звездочкой Желательно Полевой Звездочкой Зеленой То есть Она не такая Красивая Но Она сюда Более уместна А также В этой Пилоточке Есть Шикарный Бонус Это Вот такая Расческа Целая Довоенная Вот Резиноотрез Номер Два Весьма Редкий Экземпляр Вкладывается Сюда Ну да Прикоробка Вот И получается Такой Нечастый Комплект Вот Можно найти Пилотку В люксе Но Найти Расческу Довоенную С целыми Зубьями В приятном Состоянии Практически Невозможно То есть Они все Поломанные И у бабушек С дедушками У вас тоже Их По версии Не осталось Цена Комплекта 25 тысяч Вдлей Ну так Вот Ищите Пилотки На чердаках На чердаках Они не попадаются Они сгнивают Начисто Наш Фотошерсть Гниет Очень быстро Ее съедают Жуки Моль То есть Это Больная Тема Продолжаем Тематику Главных Уборов Красной Армии Такая Полевая Фуражка На Конец Периода Великой Отечественной Войны Практически Не ношенная Тоже С небольшим Сюрпризом Класс Всегда Проверяйте Есть Иголочка С ниточкой То есть Это Такой Фронтовой Шик Ну Как бы Это Можно Еще Подкладку Крупно Заснять У тебя Прямо Это Одни Сюрпризы Это Обычное Емвремение Расческу Вкладывали Приятный Приятный Это Пилотку Это Также Здесь Могла Находиться Расческа Тоже Ее Часто Вкладывали Чтоб Она Не Потерялась Не Сломалась Бывает Мне кажется Равно Какие Заначки Монетку Это Вряд Это Больше Ботинки А Грубо Говоря Снял Головной Убор Вынул Расческу Сразу Причесался Обратно Засунул Ее То есть Это Как бы Нарядки Вещей Цена Подобной Фуражки 25 тысяч Рублей То есть Это Военный Предмет Можно Сказать В прекрасном Состоянии Тоже Иметь Вообще Микроскопическую Дырочку Вот Две Микроскопические Дырочки В принципе Вот Любой Реставратор Может Это Заделать Даже Так Что Не Будет Видно Но Я В целом Предмет В коллекционном Состоянии Моя оценка 5 с минусом Продолжаю Эту тематику Аксессуаров И мелочей Для нужд Красной армии Вот Такие Полевые Спички Точно Уже Использованные С черкашом Но Под данную Этикетку Я вижу Впервые Это Будет Интересно Тем Кто Непосредственно Коллекционирует Сами Спички Ну Опять же Это Быт Это Рабочий Крестьянской Красной Армии Это Чаще всего Вот Такая Форма Книжки Спичечного Коробка Попадается В городе Это Герой Ленинграде То есть Они Там Прозаводились Ну И Также Есть Московские Московские Они Более Редкие То Вот Данную Этикетку Коробок Я вижу В первый раз Вот как Мои коллеги Она Полностью Расписная То есть Агитация Она Везде Я даже Тут Ну Как бы Думаю То что Это Вот Начало Войны То есть Это 41 40 Начало 42 Года Цена 10 тысяч Рублей Я считаю Это Вполне Адекватный Ценник За Редкую Вещь Потом Переходим К миру Ценных Бумаг То есть Это Ценные Бумаги Инвестиции Сейчас Я думаю Это Будет Взрыв Комментариев У Токсичной Фото Половины Фото Зрители Канала По поводу Фотоценников На данные Бестолковые Бумажки Как может Оказаться С виду Это Старые Фото Билеты Метро И Фототравая Периода Это Сороковых Годов Да Это Раньше Билеты Продавались На каждую Станцию И Проезд Был В одну Сторон То есть Можно Был Купить Билет На определенные Станции Курская Красносельская Коминтерна И Проехать Только В одну Сторон Вот Также Существовали Билеты Туда И Обратно То есть Можно Был Купить Билет В Обратный Конец Чтоб Это Проезд Был Дешевле Все знают То что Московское Метро Это Самое Красивое Самое Надежное Метро В мире И Оно Это Будет Существовать И Через 100 И Через 200 Лет Я В У нас Существует Это Музей Метро Сотрудник Где Тоже Представлена Шикарнейшая Коллекция Собранная С нашей Помощью Там Тоже Есть Экспонаты Вот Я Не буду Озвучивать Цену Но Могу Сказать То что Вот Рынок Билетов Метро Старинных Он Весьма И Весьма Недооценен Да И Если Кто-то Собирает И коллекционирует Билеты Советую Обратить Внимание На данные Лоты Там Их Можно Найти Там Вот Изредка Они Сплывают На Торговых Площадках Но Если Вы Хотите Заняться Самостоятельно Поиском Билетов То Это Сделать Практически Невозможно Они Практически Нигде Не Попадаются Папа Это К тебе Ты Собираешь Всю Жизнь В метро У тебя По-любому Есть Такого Плана У человека Может быть Подборка Знаков Метро Кагановича В люксе В идеале Я даже Знаю Человеку Которого Стоит Патобывеска С метро Динамо Первая Вот эта Буква М Но Патобумажные Билеты В силу Их Происхождение Практически Не Сохраняются Большинство Билетов Которые Известны Людям Которые Сохранились До наших Дней Они Совершенно Случайно Были Найдены В старых Книгах Использовались Как закладки То есть Раньше Люди Ездили В метро Читали Я еще Помню То время Когда люди Это делали А вот Это Билеты Их Даже Ваши Бабушки Дедушки Не помнят Их Помнят Только Ваши Прабабушки Прадедушки Это Сороковые Года Сороковые Тридцатые Да Нет По тридцатые Они В большинстве Своем Патокартонные За исключением Которые Продавались Из автомата Это На трамвай Да То есть Патометрошный Вот Тут стоит Дата 45-й год То есть Четвертый Квартал 45-го Пат Ты да Посмотри Там Пофоткай Мне отправь Мы Александру Покажем Приоткрою Небольшую Завесу Пататайны Это Средняя Цена Патобилета От 100 До 200 Долларов По сравнению С картами Пататройки Которые Сейчас Есть на рынке На том же Авито На авито Редко Продают Авито Блокируют Объявление А вот На мешке На аукционе Рот Там Патокарты Тройки Патокарты По 20 По 30 Тысяч Есть Вот Редкие Дземпляры А этих Билетов Их Увы Я Уже Выпускать Не будут Да То есть С каждым Днем Они попадаются Все реже И реже И даже Вот такие Рваные Клочочки Они представляют Интерес Для Коллекционеров Для тех Кто изучает Систематизирует Это билеты Ну и вообще Неравнодушен К нашему Метрополитену Виталий Заприметил У меня Две симпатичные Баночки Раннего Совета Очень понравились МОСОБЛ Пищев Патопром Союза Московская Горчица Две Фаянсовые Баночки К сожалению Без крышечки Вот это Патеранние Советы Где-то Это Двадцатые Тридцатые Годы Ну Артель Уже Имени Десятилетия Октября Значит Это как Минимум Двадцать Седьмой Год Да То есть И старше То есть Ну вот Как я говорю Конец Двадцатых Начало Тридцатых Годов То есть Весьма Весьма Нечастые Вообще Такие Симпатичные То есть Попадаются Не так Часто В основном В битом Виде Пата Цена По две тысячи Рублей За штуку В принципе Вполне Гуманная Вот И также Продолжая Тема Московской Горчицы Я выставил На обозрение Такую подборочку То есть Очень частенько Попадаются Различные Баночки Скляночки Вот Найти Одинаковые Практически Невозможно Да Вот здесь Вот Пата Горчица Фабрики Каркунова Каркунов Который Практически Созвучен Современной Кондитерской Фабрикой Всякие Патапрейсы Лидии Исковиковой Кингстоун Английская Корчица Но Это в Москве Сделанная Тоже Очень редкая Вот Либьеры Лидии Исковиковой Там Импортные Отечественные С Надписями Патоприемницами Там И прочее То есть История Каждой Фирмы Каждой Фирмы Она Уникальна Это Можно Отслеживать Вот Изучать Историю Ката Страны Вот Изучая Вот Такие Изучая Производителей Пищевой Продукции В Москве 19-20 Века Попадаются Вот Такие Обыкновенные Лысые Баночки Но К ним Можно Найти Этикетки То есть Очень большая Удача Мне попалась Горчица С родной Этикеткой К сожалению Она Отсохла Отвалилась Я Не стал Обратно Приклеивать Поэтому Она Бережно Хранится За стеклом Это Бывают Попадаются Вот такие Красивые Интерьерные Баночки К сожалению Они тоже Часто Бывают Битые Из темного Стекла Прям Массивные Вот Это Прейс Либер По-английски По-русски То есть У них Ценник Идет Чуть-чуть Подороже Да То есть В моем Мое видение То есть От трех с половиной До четырех тысяч Рублей Тут А с оригинальной Этой пробочкой Да Это чердачная Комодина На чердаке Прилипшая Да Я не могу Сказать Что это Большая Суперская Подборка Там По Это горчице Ну как Что-то Что Это можно Так сказать По-то Собрать То есть Кто Интересуется Тематикой Стекла Пожалуйста Приходите Вот Это Кстати Какая-то Горчица Из Немецкой Помойки То есть Солдаты Вермахта Тоже Что-то Пытались Кушать На нашей Земле Баночку Выкинули Ну то есть А в среднем Сколько Баночка Ну грубо Говоря Это С надписями Там От По-то Тысячи Рублей Выше Лысая Без Этикетки Там Будет Рублей Сто Стоить Где-то Так То есть Они Достаточно Частые Это Коу План Грубо говоря Три с половиной По-пяти По-две С По-две С Какие-то Дефекты Это Редкие Бутылки В темном Стекле Они Очень Редко Их Вообще Производили Ограниченный Период Времени Потому что Темное Стекло Оно Дорогое Производство В основном Конечно Вот Попадаются Обычные Прозрачные Бутылочки Да Друзья И скоро Сделаем Обзор По Царской Аптеке Появился Тоже Коллекционер Обратился Я к Сашке Обратился Он говорит Соберем Да Там Привезешь Или Подборочку Да Или я Тебя Отправлю Там Товарищи К моему Отснимешь У него Сюжете В общем Сделаем Тоже Подборочку Для Популяризации Темы Для Просвещения Не только Коммерция У нас Наша Деятельность Имеет Еще И Просветительскую Да Сегодня Отличный Выпуск Друзья Такой Насыщенный Я сам Много Интересной Информации Получил Так что Ставим лайки Не забываем Ветерочек Поднялся А мы В гости К Артуру Смотрите Какой у него Всем привет Да Смотрите Какой Классный Прилавочек Да Новая Ветвинка У меня По серебру Много новинок Серебряных Практически Все В идеальном Состоянии Я покупаю Я уже заметил Все В идеальном Состоянии От 84 Пробы Покажем Вам Что Будет Интересно До 925 Такой Серпик Есть Для Сыра Сними Клину Шампань Много новинок Серебро 84 Золочение Золочение Да С такого Пить Прям Серебро Золочение Штихель Годовит Спасни Много новинок Так Что еще Из интересного Есть Пару Интересных Вещей Еще Вот Так Ровненько Ровненько Сделаем Штуку Да Важно Вожи Это Набор Рыбный Карл Фаберже А Но мы уже Некоторые Предметы Сняли Некоторые Предметы Я продал Некоторые Вот Остались Полностью Из Серебра По весу Они Очень весомые Больше 100 Грамм За Предмет Больше 100 Грамм Да Рыбный Набор По цене 500 рублей За грамм Они идут То есть Где-то 60 50-60 тысяч За предмет Это прикольно Из интересного Сетр Мне очень понравился Прикольно Для себя Намазался За хлебушек Хорошо Так Что еще Из интересного Ну вот Такие Наборы Идут У меня Есть Такие Наборчики В идеальном Состоянии В среднем 10 тысяч За ложку Это идет Платиноприбор Тоже Все Практически В идеальном Состоянии Это же Бывший Хлебников Да По-моему Да Я тоже Читал Это 875 Прошет Завод Имени Дмитрова ЗИП Тоже Рисунок Фаберже Типа Называют Так что Что знал Рассказал Вот такой Мишка Кстати С ними Сделать 7500 Рублей Полностью Серебряный Мишка Клеемы Стоят Истрады Сваровских Давай рубль Достань Серебряный В принципе Могу ждать Ребята Можете предлагать Вообще Свою цену Виталик Пишите На сколько Вы готовы Его приобрести Сними Поближе Все серебро Предлагайте Мы открыты Предложением Сегодня заказали Завтра Он уже Ты капал Да Ужин Да Я смотрю Полностью Серебряный Сейчас Дело в том Что еще и копии Делать Прямо из серебра Возможно Возможно Виталик Я как бы Ну да Кто разбирается Да Кто уже разбирается Но серебро Точно Пускай предлагают Состояние Тоже Хорошее Гуд Ценник Так друзья Смотрите Какое жирно Шикарно 36-й год Покажи Ну если ты не возьмешь Я возьму Это не моя тема Звание Я так понял Они продавались Клеивались Какие-то Эти Карточки Видишь Друзья Друзья Никакой пропаганды Только история Ранние Ранние Шикарно Шикарно Это прям Что-то Такого Интересно Для тебя Детям не смотреть Ну короче Да Супер А сейчас Что еще Тут Какая-то Фотка Была Это Это Ход Свасти Которая Наверное Шаг Жит Такого Вылет Это Интересно Что-то Вообще Крутая Друзья Сегодня раз тему поляристики подняли Вот Решил поснимать Зашел к знакомому По ценам Сейчас быстро пробежимся Такие вот Значки разные Все довоенные Начиная от Активиста Номерные Такие Индивидуальные Там 1035-40 Обычные Там 100 долларов Всегда 100 8 Такие 106 Все зависит От состояния Качества Где-то Большой Средняя Цена 7 8000 Ну и Редкие Там Могут Достигать 30 40 50 Это Даже Что Они Не в серебре Да Не обязательно Они металл В серебре Практически Никаким И не было Какие-то Индивидуальные Видимо Такого Какие Дисные Вещи Индивидуальные Такого Это Да 20 25 Ты Частые Единичные Вещи Тема Популярная Я не знал Что они так стоят Видишь Как Просветил И меня И зрителей Может Ты не обращал Внимания Где-то Они Можут Лежать Там По 100 Кружак Да 100 Лет 100 Лет Сейчас 100 Рублей Так вот Начало Коммунистического Направления Молодежи Эти Оригинальные Это Да Все Оригинальные Сколько Пулеметчиков Они Разные По типу Такое Хорошее Стояние 7 Минометчик Минометчик Красивый 13 тысяч На войну Артеллер Артеллер Немецкий А так есть Артеллерист А почему Жмецкий Как Служили Давали Тем Германии Ряд Татричников Которые Получали Почетная Железнодорожка Благодарники Сталинского Призыва Дева Большая Слушайте Безограничная Но Очень Тоже Популярная Пишет Много Разновидностей Начиная С военных Зачков И Кончая Уже Так 80 И 90 Ну и По сей день Тоже Российские Уже Направление Тоже Да Идет В хорошем Исполнении Монетного Двора Тема Такая Популярная Ну и Ударники Сталинского Призыва От 3000 От 10 Первые Типы С документами Они многие Ну и Почетные Жизнодорожники Тоже От 8 До 15 Все Тех Серебряные Есть Серебряные Другие Серебряные Подражали Там Немало И были Серебряные Большие Серебряные Сейчас Стало Их Меньше Несколько Сейчас Такой Первый Тип Подбитель Ну это Вот 10 тысяч Потому что Это административные Работки Есть И 8 тысяч Военные Послевоенные Ну есть Такие Такие Да Друзья Ставьте Лайки Если Лайков Много Наберем Синим Целым Сколько Планшеток Пишите Комментарии Если Вам Понравилось Друзья Прежде Чем Показать То Что Я Купил На Блошином Рынке Хочу Посоветовать Вам Два Канала Моего Знакомого Каналы По Антиквариату И По Фоляристике Все ссылочки Будут В описании Под Видео Друзья Там Продаются Вещи Поистине Коллекционные Цены Тоже Немаленькие Но Каждая Вещь Стоит Своих Денег Друзья Даже Если Вы Не Коллекционер А Просто Вам Интересно Сколько Стоит Хорошая Вещь Обязательно Подписывайтесь Следите За Лотами Ну а Если Вы Коллекционер То Тогда Вам Точно Туда Все Друзья Ссылочки В описании Ну а Мы Переходим К моим Покупкам Покупал В принципе В основном Для себя Эта Муха Цокатуха Меня Очень Порадовала Как Выяснилось Это Касли Наверное 20 Года Сейчас Есть Подобные Копии Но Они Отличаются Просто Шикарные Красотища Мне Очень Понравилось Отдал 5000 Просто Шикардосная Вот Ну Такие Знаки Копил Потом Медальку Что еще Такой Стаканчик За 50 Рублей Не знаю Чем-то Он мне Понравился Такой Да Неплохой Невесомый Легенький Знак Особенно Хим С Ну С утратами Конечно За 300 Рублей Друзья Неплохой Такую Деревню Отвезу Медную Кружечку В баню Поставить Для Антуража И вот Такой Тоже Медный Прикольный Тоже В баню Отвезу В том Году Привез Медный Тазик Тоже Там Царского Время С клеммами В общем Круто Короче Сегодня В принципе Мне понравился Выезд Друзья Если Вам Понравился Друзья Ставим Лайк Подписываемся Лайки Очень важны Для продвижения Видео Друзья Будем Стараться Выпускать Почаще Видосы Все Друзья Всех Обнял Всем Пока До новых Встреч